Со следующим гостем мы будем вести необычную беседу. Александра, я знаю, что вы сегодня пришли в прямом смысле не с пустыми руками. Да, не с пустыми руками. Мы пришли, компания Очакова, с новым продуктом, который мы этой осенью вывели на рынок. Это продукт категории ЗОЖ, Айнайс, напиток называется, представлен в четырех вкусах. Два из них тихих, два газированных. Продукт инновационный, такого еще не делали. Продукт на зерновом сырье, но это не один какой-то солод, а это 4-5 солодов, смотря какой вкус. Пророщенное зерно, ферментированное зерно, там пшеничный солод, ржаной и другие. Соответственно, так как это ферментированный продукт, солодованный, в нем очень много микро-макроэлементов, аминокислоты незаменимые и плюс сок туда добавлен. А этот сок, соответственно, придает этому зерновой базе вкусы разные. Например, у нас есть груша лемонграсса, айва бузина и еще два других вкуса. Можно ознакомиться, кому интересно, у нас на сайте, например. И этот продукт мы сейчас выводим активно, хотим с ним вставать на полку ЗОЖ, продвигаем среди сообщества соответствующего. Главный вопрос. Как пришла идея в голову, как касалось бы компании Ачакова? Это вполне себе классические традиционные продукты. И вы вдруг завоевываете внимание совершенно другой аудитории, выходите с несвойственным, как мне кажется, для себя продуктом. И да, и нет. У нас все же есть такое направление, как квас. Всегда было, да, очень важное для нас. Был всегда классический квас. Но компания Ачакова считает себя инноватором, экспертом в области зерна. У нас, собственно, и зерновая база есть, собственные колхозы, солодовни. И нам недостаточно только кваса. Мы следим за рынком, хотим давать потребителю новый продукт, натуральный. Сейчас на полках много всего. Мы хотим дать возможность потребителю выбрать, найти натуральный продукт. Соответственно, и пришла идея, что мы еще можем сделать из зерна. Что полезного, вкусного, натурального, по интересным технологиям. И, соответственно, почти два года наши технологи создавали от идеи. Мы экспериментировали с зерновой базой, делали ее, вот эти салада, подбирали их сочетание. Потом сочетание с соками. И вот мы хотим открывать новые рынки. Для нас это интересно. И находить новых потребителей для нашей компании. Я так понимаю, что пока продукт на полках не представлен, но уже первый отклик, грубо говоря, и интерес уже потенциальные покупатели проявляют. Расскажите, как вообще первое впечатление? Первое впечатление какое. Везде, где мы его давали пробовать, где мы контактировали с потребителем, люди очень положительно отзываются. Например, у нас там есть один проект, тренера, кроссфита в нем участвуют. Один тренер сказал, вот я не пью алкоголь, теперь для меня на столе есть новый продукт, который я за ужином могу бокальчик выпить, и это очень вкусно и полезно. Или перед тренировкой выпить, чтобы были силы на тренировку. Или, например, по поводу полок. Продукт представлен на полках пока в малом количестве. Мы представили его в онлайн-супермаркете утконос, например, то есть можно заказать, найти. В некоторых других сетях, да, например, в ГУМ мы отгрузили, в торговый дом ГУМа его. Вот, сеть Аллы и Паруса. И дальше продолжаем, соответственно, идти в другие направления с ним. Если бы мы были с вами сейчас на аукционе, я бы, знаете, махнул так молоточком и сказал «продано». И после того, как вообще мы с вами определились, какие вкусовые характеристики, да, свойственны напитку, то я предлагаю просто меньше слов, больше дегустации, и потом будем делиться впечатлениями. Я думаю, что наши посетители сегодня смогут лично познакомиться с вами и познакомиться с вашим продуктом. Да, буду ждать всех на нашем стенде, где мы, соответственно, все дегустируем. Если этого будет недостаточно, то мои контакты всегда открыты, готовы говорить о сотрудничестве, о дегустациях, обо всем. Ну, теперь вы все знаете, просто подписывайтесь, заходите на Facebook, подписывайтесь на страничку Александра Романовой, а она будет проводником в мир здорового образа жизни, хмеля, солды и не только. Или на страничку у нас в Facebook есть «Очаковые натуральные напитки». Там много информации и об iNICI, и об компании, и о других напитках, которые мы производим. Все, переходим в онлайн. Спасибо вам большое. Желаем успехов в 2020 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!